всем привет ребят отвели мы данью в школу вчера мы целый день не снимали потому что мы решили что у нас будет такой мини выходной и отдыхали вчера сполна я вам дома покажу чем мы занимались что мы сделали это уже потом в общем сегодня я проснулась перевернулась и поняла что у меня проскользила мышцу на шее мне было больно даже лежать я не могу двигаться не могу голову поворачивать и не могу наклоняться и зевать не могу просто я еду в машине чувствую каждый рывок машины это ужасно я не знаю просто думаю сейчас поедем в больницу самого утра вот только данью отвезли и будем ехать в больницу пусть мне выписывают что-то потому что я с ума сойду я выпила бупрофена а мне не помогло что-то мне не страшно и не смогу с такой болью вообще ничего делать ужас зато я более-менее выздоровела но к сожалению уши у меня немного заложены а так я чувствую себя отлично горло не болит кажется нету все шикарно какой день ты выздоровела спустя неделю спустя неделю выздоровела надеюсь все на этом все закончится болеть не буду мне кажется еще зимой точно заболеем в общем вот так вот влияет у нас смена климата полностью считаю поменяли все здесь другая влажность другая температура и поэтому нам нашему организму очень тяжело привыкнуть к этому всему к новым болезням от болезни конечно шутки здесь же много разных приезжих вот и поэтому все что угодно может быть вот такие вот дела все отправляемся в больницу здесь меня сейчас подлечат если нет я буду плакать сходили мы в больницу ой лучше конечно знать язык честное слово причем ты слышала как он разоваривал да будто бы одно слово на испанском другое блин на каталон да как-то так смешано в общем и мы его не понимали он не показывал жестами обычно когда мы чего-то не не понимаем нам показывают жестами я на него смотрю и говорю я чуть-чуть разговариваю на испанском она меня смотрит типа и такой английский говорю нет я говорю у меня муж разговаривает люблю более-менее и короче я валика позвала в итоге мы его тоже вдвоем не поняли уже потому что он странно разговаривает он их ну в первый раз мы слышим эти слова мы же не можем знать термины типа медицинские как в общем не важно он выписал мне там таблетки какие-то обезболивающие для расслабления мышц парацетамол конечно же без него никуда и что-то там еще я надеюсь мне сейчас это все в комплексе поможет и еще я возьму пластырь себе мне нужен такой который согревает и все а нет не именно на шее надо ай я еду и просто в каждую кочку каждые движения очень так больно так ребят мы дома хотела вам показать наклеила себе в пластырь я вчера сделала такой домик очень красивый получился ровненький такой мне так нравится вот еще вчера я заказывала да не наклейки и мы с ним вчера наклеили наклейки я ничего не снимала правда но сейчас вам покажу теперь у него вот такая вот комнатка красивая я очень хочу еще добавить звездочек нужно купить отдельно добавить звездочек а то она так пусто и хаотично мне не очень нравится из-за этого вот и вторая наклейка он у нас обожает мерить рост и вот такой вот сантиметр надо там чуть подвинуть мы купили наклеили с ним он сам звездочки наклеил видите мы тут мерили всегда рост тут дата написано сколько сантиметров красота мне очень нравится вообще комнатка получилась такая но мне не очень нравится вот этот вот стеллаж я бы очень хотела его поменять на тот и киевский который вот так вот внизу будет стоять просто все открыто и она так высоко еще и шатается скотина вот прям вообще шатается а ну так нет а в бок шатается я переживаю очень такой сильный хаос у него здесь ну потому что все открыто если бы было в коробочках коробочки красивые найти надо будет поискать что-то вот вот такая дорога на полу видите тоже все не помещается ладно комнатка действительно очень маленькая вот кровать смотрите 90 сантиметров кровать и здесь тоже наверно 90 поместится в общем почти два метра комната да как-то маленькая чересчур и тут тоже внутри метра 2 на 3 вот так у меня вот этот пластырь очень нагреваются мы напшикали спиртом нам в аптеке посветовали если пластырь не держится то набрызгайте спиртом в общем то место где будет клеится и должно хорошо держаться а мы собираемся ехать сейчас к знакомому в этот в общем в тосу ряд смотрите как здесь пусто вообще практически никого нету гуляю там несколько человек и все и мы ходим тут идем прогуляемся наверх смотрите какой какой дом красивый такой необычный вообще необычный до дом да очень красиво еще зелень такая ну там еще один пляж до едем уже к нам город в общем сидели там кофе очка выпила выпила вина попробовала но чуть-чуть очень вкусное вино я сфоткала какое прям вообще вообще глаз мне как раз для давления а еще таблетки выбила оси вот вот едем домой уши заложила а а и а и ай кисть не так резко блин да я умирала я умирала приехали здание валика перестала действовать таблеткой бупрофена он почувствовал как ему плохо оказывается голова болит все тело ломит мышцы болят на ногах ужас очень плохо прям хочется а у меня голова болит у нас видите какая погодка отлично у меня шея видите немножко поворачиваю и все и на этом все это вот вниз не могу назад тоже не могу очень тяжело просто капец сейчас заберем даню и поедем домой наконец-то потому что целый день мы в поездках мы поехали сначала тосу потом обратно потом опять в тосу приехали сюда еще даже дома не были хочу кушать тоже хочешь кушать не хочешь я так уж не купить ужас взяли да не конфетки вот и этот по панели взяли такого киндера я думаю он будет рад там еще и подарочек это не просто пустышка как обычно делают а еще из подарочек мы уже домой приехали поле вчера приготовил суши так что буду обедать с ушами всем приятного аппетита с ушами роллами вали вчера готовил роллы я сейчас буду обедать роллами всем приятного аппетита кто купил ребята мы здание немного поигрались развлекались так сказать и сейчас собираемся вместе делать с ним пирог до сейчас камера моя зарядится и стел сейчас будем делать здание вместе сей у меня немножечко лучше я могу поворачивать чуть-чуть даже вниз вверх наклонять но это я ее растерла достал да засунешь обратно хорошо и я размяла ее немного потёрла помассажировала и мне стало легче перемолись так вверх даже поворачивать что сейчас будем готовить покушали фруктов яблочко манго да не вообще попросил манго впервые так что он сам захотел и я ему дала манго и мы тоже покушали манго и яблочки в общем фруктиками перекусили и будем делать пирог вместе в описании напишу рецепт и так вы посмотрите на процесс моего приготовления этого пирога красавчик 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А Даня тут собирается чистить зубы. Для него это очень тяжело, вообще чистить зубы. Он не любит. Ну, мы чистим как можем. Не вообще. Не вообще. Не вообще. Сними. Нет, я потом себе наклею. Открой. Покажу. Покажи. Покажи. Вот такие дела, ребята. Сделали пирог. Пирог такой вкусный, да, сынуль? Скажи, какой вкусный пирог. Тебе понравился? Да. Вообще, да? Такой вкусный. Так. Вот такая красота у нас получилась. Ему нужно обязательно остыть. Чтобы он не потёк. Потому что он жиденький, я уверена, получается. Хотя, ну, такое. Но лучше ему остыть полностью. Тогда будет супер. И у нас такие яблочки получились. Да. Я покажу. Вот так. Давай покажу. Вот, вот такие получились яблочки у Дани. Красота. Вот такой вот пирог получился. Красота. Просто. И тесто такое, видите, красивое. Вообще. В общем, ребята, так Алину расслабили эти все таблетки. Она пошла укладывать Даню. И уснула вместе с ним на кровати. И я, в общем, монтировал видео. И как бы монтировал уже на протяжении, наверное, получаса. И понял, что она спит. Пришёл её будить. Попросил, чтобы она помогла мне домонтировать. Она встала просто и пошла спать в кровать. Сказала, что не может. Поэтому всем спасибо за просмотр этого видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok